книга открытым оком том 4 вопрос 1261 тема христос есть бог и человек я сказал встречному знакомому христос воскрес а он ответил спасибо отвечает игнать тихонович лапкин я не понимаю причем здесь я если это вопрос ко мне то я скажу что я верю что христос воскрес и на это приветствие нужно отвечать воистину воскрес то есть действительно и несомненно что его во гробе нет и он действительно явился ученикам и они действительно могли осизать его евангелие от мотфея 28 глава 9 стиль когда же шли они возвестить ученикам его и сей иисус встретил их и сказал радуйтесь и они приступив ухватились за ноги его и поклонились ему евангелие то на 20 глава 27 стих потом говорит фами подай перст сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь не верующим но верующим вера в воскресение христа это основа и краеугольный камень первое послание коринфянам 15 глава с 1 по 4 стихи напоминаю вам братья евангелие которое я благовествовал вам которое вы и приняли в котором и утвердились который и спасаетесь если преподанное удерживаете так как я благовествовал вам если только не тщетно уверовали ибо я первоначально преподал вам что и сам принял то есть что христос умер за грехи наши по писанию и что он погребен был и что воскрес в третий день по писанию слово спасибо не христианское не евангельское слово им не следует не следует пользоваться а нужно говорить спаси христос спаси господи благодарю некоторые это слово спасибо расшифровывают так спаси бог иные говорят что это слово произошло со времен татаро-монгольского ига когда падали перед завоевателями говорили спаси бай лично я считаю что самое лучшее слово брак благодарности спаси христос которая четко называет имя христа которая для неверующих имеет особо притягательную силу и позволяет без всяких переходных моментов с этого слова начинать проповедь об иисусе в моей жизни это случалось многократно есть сказки где волшебная дверь открывается при произнесении имени волшебника для нас христиан именем отвязающим двери царствия божия и сердца людей является христос ответ встречного знакомого можно рассматривать как благодарность что вы напомнили ему об этом чуде победы жизни над смертью хотя бы одного хотя в контексте ответ выглядит непривычным но он может быть истолкован нами очень положительно спасибо равно слава тебе боже что хотя бы один человек сегодня мне напомнил об этом благодарю тебя хорошо знакомый мне друг что мне смертному живущему на мировом кладбище среди живых мертвецов ты напомнил об истинной победе над тьмою то есть надежда что есть надежда жить вечно я так рад что ты напомнил мне об этом а и и